Жанр спортивного аниме Но мы живем не в идеальном мире, так что нет Сейчас ей испорчено именно тенденциями популярности Что меня лично сильно печалит Однако не все так плохо и есть проблески чего-то хорошего В частности, наш сегодняшний гость – волейбол Аниме, которое отходит от шаблона и старается, очень старается Подать нам хороших персонажей, интересные ситуации, атмосферу, антураж и многие другие неоспоримые плюсы И все это в одном из самых консервативных жанров, что есть в аниме в принципе Каким же образом это происходит и почему волейбол такой классный – далее по тексту Мне одному ни за что не увидеть Но если я буду не один Удачной игры! Я думаю, львиная доля успеха составляется из того, что авторы создают нужный уровень вовлеченности зрителя в происходящее Посредством разнообразных и раскрытых персонажей, что важно Понимаю, что ни для кого Америку не открываю, но по сути согласитесь, тебе абсолютно посрать про что аниме Будь то спасение галактики от антиспиральщиков, рандомная школьная жиза про вялых или наоборот супер крутых и активных учеников Да даже чертов гаримник про полупа полумонстров Не важно, какая цель, местодействие или время аниме Важно, что персонажи делают, как развиваются, меняются, куда идет сюжет и что в принципе происходит Интересно ли это? Волейбол выигрывает у многих сериалов, что были до него и явно так же произойдет и в будущем Ибо как нигде лучше, чем в спортивном жанре, можно показать превозмогание Посредством чего персонажи будут эмоционально вовлечены в процесс Чем и будут заражать зрителя, держа его планку интереса к данному шоу на должном уровне и постоянно ее повышая И снова, тебе же абсолютно посрать на эти же состоявшиеся клише, что команда аутсайдер Что когда-то была сильной и начинает набирать обороты за счет наплыва талантливых новичков и превозмогания старичков Забавные конфликты в команде, рядовой один, но очень эмоциональный и сильно рушащий команду проигрыш, но на самом деле толкающий ее вперед на развитие Чтобы знаете, все плакали и вынесли из этого важный урок Все это мы уже не раз видели, но я лично, не знаю, может у вас как-то по-другому Я чуть ли не вскрикивал в самые жаркие моменты в волейболе Да! Тот самый градус вовлеченности создается также за счет грамотного кадра и монтажа Авторы стараются обыграть абсолютно все происходящее на экране Скучная тренировка неожиданно превращается в забавную нарезку интересных моментов, чтобы не тратить ваше время как минимум В которой всего и в меру и веселье и серьезных моментов Грамотное слоу-мо тут также есть где нужно, а где не нужно, наоборот, действие сильно ускоряется, давая нам ощутить и скорость, и момент, и важность происходящего Конечно же детальная анимация Хоть тут и много ключевых и похожих друг на друга анимаций, ну таких стандартных Принятие мяча, подач, блоков, все это повторяется Но нельзя не отметить, что вариаций их довольно много Некоторые просто хитро отзеркалены или сняты с немного другого ракурса и тебе уже кажется как-то что-то по-другому В отличие, кстати, от настоящего волейбола, где камера просто, ну вот, одна Делаем очень странный вывод, что аниме волейбол намного интереснее настоящего По крайней мере, как это выглядит Звук От скрипа паркета до приглушенных криков на трибунах От шелестой сетки до звонких ударов мяча в зону В сравнении, тот же баскетбол курока мог похвастаться лишь правильным размещением звуковых файлов скрипучего звука А паркет кедами .mp3 и не более Волейбол же идет куда дальше Все, все, что происходит в кадре, начиная от того, что я говорил в начале, до заканчивая звуков Все сходится как-то в одно единое целое Создавая плотную, насыщенную и невероятно красивую картину Шевелитесь быстрее! Прыгайте выше! Принимайте мои пассы, если хотите победить! Все это вместе и создает такое впечатление или даже скорее ощущение Тебе важно то, что важно персонажам волейбола Тем более, как тут не полюбить таких экспрессивных Сдержанных иногда, загадочных Ехидных или просто симпатичных героев У них есть четкая мотивация, четкая цель И ты веришь в это, потому что они честны не только с тобой, как зрителям Но и с самими собой тоже Нет ни одного фальшивого участника Да, есть те, которые скрывают свои чувства, не до конца в себе разобравшись Но это совсем уж другой момент Да, есть слабые характером, что бросают волейбол Но на их же примере показано, как страсть может снова разгореться в человеке Как он возвращается в эту игру, возвращается к этим ощущениям Даже к своим знакомым и когда-то друзьям И чувствует, как будто у него... Сам погибли И чувствует, как будто у него камень с души упал Есть те, кто сбился с пути Или же кому волейбол не видится игрой всей его жизни А просто, ну... игрой Тогда как для многих других это далеко не просто перекидывание мячика через сетку туда-сюда Это практически страсть Я хочу, чтобы ты согрел меня, дорогой Другие слишком самоуверенны и относятся к волейболу, так сказать, привольно Ну, потому что у них есть талант или еще какая-то особенность Казалось бы, одна игра Просто наснимайте побольше матчей и будет круто За три вышедших сезона было показано уж не так и много игр Понимаете, к чему я клоню? Tell me Именно Сам волейбол это без сомнения важный процесс и движущая сила сериала Но намного больше всего происходит и особенно важного для сюжета Именно за пределами площадки Игра служит катализатором для эволюции персонажей Но эти изменения можно увидеть только после матча Хотя иногда и во время, но об этом чуть позже Когда, как говорится, пыль поулеглась и можно трезво взглянуть на произошедшее Хотя, изменения это, наверное, довольно громко сказано За примерно год, что проходит в трех сезонах Никто особо не меняется Они растут Сначала у них детские мечты, от которых огонь в глазах заражает окружающих После тренировки, игра, поражение, победы Осознание того, что третьегодки скоро покинут команду И опять же нужно взрослеть, чтобы быть примером для уже новичков Которым ты сам уж не так и давно перестал быть Опять же, один из мотивирующих факторов это учеба Который ставит под угрозу дальнейшее занятие любимым спортом Постепенно ты переживаешь вместе с героями все эти стадии И уже та самая детская мечта становится нечто большим Приобретает сокровенный смысл И за нее хочется бороться Ведь ты столько сил и стараний вложил в это дело Причем не только ты Это коллективное решение Даже если ты сейчас откажешься и бросишь Ты подведешь не только уже свою мечту, как это было в начале О мечту своих уже друзей, своей практически семьи волейбольной И это ощущение пронизывает постепенно каждый из сезонов Как я уже сказал, все происходит постепенно И тут просто отмечу, что да, у волейбола просто шикарнейший ритм повествования Который редко когда можно встретить, особенно в спортивном аниме Как пример взросления и внутренних изменений В основном в сторону уверенности приведу лишь одного персонажа Сначала донельзя робкий игрок, который не совсем-то уверен, что хочет играть в волейбол Его мнение очень инертно относительно друга детства, за которым он и в секцию-то эту и пошел После уже заметнее проклевывается характер, собственные мысли, собственные стремления Без таких уже жестких вопросов к самому себе о том, тварь ли я дрожащая или право имею Ближе к концу он вообще начинает гореть праведным гневом, критиковать и высказываться в нужные моменты Относительно команды, относительно происходящих событий и относительно своего же друга Но примечательнее всего это видно именно в самой игре Внутренние диалоги там тоже есть, но посмотрите на эти кадры, просто посмотрите и скажите Что только в одном видеоряде не заметен прогресс персонажа Скажу наверное сейчас очень избитую фразу, но волейбол не про волейбол Он про чувства, про эмоции твои и персонажей Сопереживание очень тонкий инструмент режиссерского искусства И здесь он используется на полную катушку Скажем, когда я вспоминаю это аниме, в первую очередь в голове возникают образы персонажей А не именно игра в волейбол Ровно как и вспоминая Слэм Данг, в памяти всплывает именно противостояние Сакураги и Рукавы И их любовный треугольник Схарука Сам спорт в хороших аниме служит лишь фоном А в самых лучших он просто не отделим от происходящего, как уже в упомянутых Принце Тенниса или Хаджимино Ипо Наверное вернусь еще раз к теме темпа и повествования, потому что этот вопрос нужно раскрыть полностью В волейболе лучший повествовательный темп из всех спортивных аниме, что я попросту видел, а повидал я немало Авторы всегда знают на что сделать акцент Какого персонажа вывести на передний план, какого на задний, отвести, чтобы он отдохнул и вы от него немного отвыкли Этот баланс позволяет на протяжении более 60 серий всем участникам сериала быть свежими и интересными Мне было очень редко, когда скучно, ни одна серия, даже овашки не казались филлерными или проходными попросту Каждая, даже если там ничего особо важного не происходило, просто завлекала происходящим атмосферой или просто дурацкими моментами Что давали отдушину после напряженных серий Исключением стал лишь третий сезон, который целиком и полностью посвящен одной единственной игре Одно долгое действие, напряженное, на взрыв, опять же превозмогающее При просмотре я сам чуть ли не потел, и это тоже важно Особенно если смотришь нон-стоп, то прочувствуешь просто все Очень жалею людей, которые смотрели это онгоингом Каких нервов надо иметь? И опять же, не последнюю роль во всем этом происходящем играет анимация Да, я знаю, я уже второй раз за видео ее упоминаю, подождите, чуть попозже подробнее про нее А сейчас просто акцентирую ваше внимание на этом и все Честно, в самых крутых моментах хотелось снять шляпу за аниматоров Настолько все круто сделано По сути, я удивлен, что они просто не сделали фильм с таким подходом В целом, я даже рад и, опять же, удивлен Редко, когда студия может позволить в сериале такую анимацию Анимацию такой проработки Хотя недавние новости о том, что первые сезоны рекапят в два полных метра Как бы говорят сами за себя Есть мнение, что задумывалось так с самого начала А просто потом порубили на, собственно, сериал Мы обязательно завтра победим Ага Мне было интересно То, что там были крутые эмоции, отличная анимация Хороший сюжет и разработанные персонажи Все То, о чем хочу поговорить предельно четко сейчас я Это что-то подсознательное Тебе просто нравится Ты веришь нарисованному 2D-болванчику на экране своего монитора Потому что он реагирует на происходящее как человек Он говорит как человек И самое главное, эмоции его выглядят натурально и разнообразно Согласитесь, хорошие примеры такой работы аниматоров и дизайнеров по персонажам Мы не замечаем попросту, а надо бы Мы запоминаем, что аниме было хорошее Что персонажи классные Но если начать копать, можно отметить этот самый плюс во многих хороших аниме А вот плохие примеры вспоминаются сами собой Именно из-за такого косяка аниматоров и дизайнеров страдает, например, Сао И по делам, кстати Ты просто не веришь Кирита, когда он счастлив или злобный или расстроен Чуть брови в сторону у него поднимаются Взгляд вниз, вверх и все Он какой-то деревянный Почему ты так себя ведешь? Голоса! Голоса? Аааа! Здесь! Говорят мне, что делать! Ненатурально и это та причина, почему персонаж будет тебе неинтересен Пустой И пусть Сейю будет стараться на полную ты все равно не поверишь в эту клоунаду. Все равно, что в драматический момент поставить веселую музычку. У зрителя появляется дикая диссоциация о том, что происходит, и что он слышит и видит. Как он себе это представил, и что происходит. Произойдет диссонанс, который максимум вызовет смех, но обычно тебе будет просто похер. Ибо кривляние, страдания, радость того же Кириту не затрагивает ничего у тебя внутри. Тебе неинтересно, что с ним происходит. Такое ощущение, что ему самому это неинтересно, и с чего должно быть тебе? Резонный вопрос, не правда ли? Ты, богатый, правильный. Сдерживание глаз, сдерживание слез, переломные моменты, и одновременно искренняя и фальшиво-притягательная улыбка. Я не знаю, как это объяснить. По-моему, это гениально просто. А ведь вы еще не забыли, что это аниме про волейбол. Понимаете, к чему я клоню? Смекаешь? Я в драма-направленном аниме такого уже давно не видел, такой проработки. В первом и во втором сезоне были моменты, когда, что называется, горлу подступало. Ровно как и в случае, где я растекался в искренние улыбки, или попросту смеялся с этими замечательными персонажами. Радовался с ними, грустил с ними. И вот об этом я и говорю. Такого сейчас очень редко можно встретить, и такое надо ценить. Одно только выражение лиц может заставить вас запомнить персонажа. Просто посмотрите на эту картинку. Все персонажи вроде бы похожи, но абсолютно разные. То есть все они нарисованы в аниме-стилистике. У кого-то немного другие глаза, посажен нос дальше, ближе. Разные улыбки, ухмылки. Как-то глаза... Вот вернемся еще раз к глазам. Глаза настолько по-разному тут сделаны, что некоторые просто даже светятся по-другому. Я не знаю, как это объяснить, честно. Это... вернусь к тому, что это просто гениальная работа. Понимая, что для кого-то это покажется сложнотой на манер каждой первой серии «Light to me», Ты не против. Все ясно, Лоттон. Езжайте в церковь Лоттона. Безосновательное обвинение. Как это? Он сам мне сказал? Но то, что вы это не видите, не значит, что вы это не замечаете. Опять же, подсознательно. Наконец-то они обрели форму. Да. Да. Что ж, это был практически крик души моей. Я очень хотел сделать это видео в манере обзора. Отчасти так и получилось, надеюсь, вы это заметили. Но все-таки по большей мере получилась аналитика. Ибо нужно было объяснить почему. Почему волейбол вызывает именно такие чувства, такие ассоциации? У меня и, надеюсь, у вас тоже. Почему этому сериалу получается так увлечь и заставить беспокоиться о персонажах? Надеюсь, мое скромное мнение вам понравилось и вы узнали что-то новое и, возможно, даже о чем-то задумались. Цель была именно в этом. Ну и, конечно, посоветовать волейбол к просмотру. Что ж, еще раз что ж. Надеюсь на вашу поддержку в виде комментариев, лайков, подписок. Не забудьте также нажать на колокольчик. Это очень важно, иначе можно пропустить стримы и новые видосы. Также можно поддержать мой канал материально. Об этом в описании есть несколько ссылок. Первая на Donation Alert, вторая на нашу группу в Дискорде и третья на Patreon. Где можно заслать копеечку в надежде на то, что я буду делать видео немного побыстрее. Что ж, это, в принципе, все, чем я хотел сегодня с вами поделиться. Надеюсь, кому-то было интересно, а может и познавательно даже. Всем удачи и до новых встреч в новых видео. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!